Согрешил. Исповедь перед Богом. Я согрешил. Я сделал грех против тебя, Отец Небесный. Прости меня в моем грехе. Я неправильно относился к своим ближним, жене, детям, внуку. Я думал, что повысить голос, накричать – это нормально. И они заслужили, что это нужно для порядка. То, что потерялся в мир семье, я думал, что это пройдет, как обычно. Отец. Но когда я пошел на работу, я увидел, что ко мне стали относиться не так мирно. Пошел в церковь. Отношение братьев и сестер ко мне тоже изменилось. Там, где прощались мелкие проступки, вдруг начали ко мне применять жесткие меры наказания. Я перестал слышать Духа Святого. Я не понимал, что произошло. Конечно, сначала подумал, что это какие-то духовные атаки. Но когда пошел молиться, Дух Святой мне показал, что я совершил грех, и ты забрал свою благодать с меня. Я, Отец, сначала не понял, в чем согрешил против тебя. Вроде все нормально. Молюсь и читаю твое слово. Но в чем я согрешил против тебя? Тут, в молитве, Дух Святой показал, что я совершил грех против ближних своих, против семьи. Я накричал на свою семью, и это грех. Ты допускал перед этим такие случаи, но это было твое долготерпение, и я испытывал тебя. Ты ждал, что я покаюсь и изменюсь, но мое сердце было упертым. Прости меня, Отец Небесный. Потому как ты заступился за мою семью, я никогда не ожидал, что ты, Бог, Отец Небесный, будешь защищать меня от меня, моих ближних. Прости меня. Ты показал мне, что неправильное поведение с моими ближними – это тоже грех. Спасибо тебе за исправление. А грех, какой бы он ни был, против кого бы ни был, всегда остается грехом. И твое отношение к моему греху остается неизменным. И ты убрал свою руку с меня. Ты забрал свою благодать с меня. Отец Небесный, прости меня. Насколько это ужасно жить без твоей благодати. В результате, я к ней так привык, что начал считать, что мне все спускается с рук, что я такой хороший. Но только сейчас я понял, что такое благодать твоя на мне. Отсюда, снизу, я увидел, кто я такой без тебя, без твоей милости, благодати. Потому что так хорошо было с тобой. Я очень сожалею, что не ценил этого. Дух Святой, помоги мне никогда этого случая не забывать. Во имя Иисуса Христа. Я только сейчас понимаю тех людей, кто живет без тебя, без твоей благодати. Как сильно им трудно. Как они живут сами, без твоей помощи. Спасибо за твое спасение. Благодать, которую ты дал для нас на земле во Христе Иисусе. И немного начиная понимать Господа нашего, когда Он висел на кресте и сказал, Боже мой, Боже мой, зачем ты оставил меня? Бог наш, Отец Небесный, прости меня за мой грех, за то, что неправильно отношусь с моими близкими во имя Иисуса Христа. Иисус Христос, Господь наш, я не могу сам справиться со своими эмоциями, но Ты моя праведность и святость. Я отдаю это в Твои руки. Аминь. Дух Святой, когда будет подобная ситуация, напомни мне этот грех, чтобы не повторять. А потом напомни мне о благодати Божьей для меня и моей семьи. Напомни мне об отцовском долготерпении, чтобы не злопотреблять ею. Спасибо Тебе, Господь, что Ты, будучи верен и праведен, прощаешь мне грех мой и очищаешь меня от всякой неправды. За Твою любовь и то, что Ты есть. Спасибо. Аминь. Аминь.